Пал на него тоже из-за протеста, если так сказать. Я точно знаю, что дал приказ арестовывать, об этом знал, что я священник, кто дал приказ. Не искренне, конечно, в любом случае, не искренне, в любом случае, может быть. Почему? Если он верит в Бога, но, верно, разделяет лиалы коммунизма, то не спривез, не должно быть в нашем обществе. В этом плане за голову взялись, то есть думали, что делать. Но приказ есть приказ, просто оформили. Если называть по церковному рангу, я ротаерей Госкопа Славной Церкви, на стайте храма Фестителя Николаевича Зворца в поселке Николаевка. Я сейчас даю интервью, как православный человек, гердонин, а не как священник. Это было в июле, это первый раз я вышел, 14 июля. 11 июля было первое, первое шествие. Конечно, мне само по себе потрясло то, что такое массовое было, и неожиданно для Хабаровска, это для меня было неожиданностью. И вот в понедельник, даже не знал, что будет, 13-го числа было понедельник вечером, уже дочь позвонила, они были в комсомольске с мужем, позвонила, что опять люди вышли на шесть, мы тоже не знали. То есть я посмотрел это в эфире, люди уже шли. А в 14-го как раз вернулась дочь с мужем, вот, она пошла, ну и как бы переживаясь за нее, зная, что она у меня все эти сны, в принципе, нереально невозможно. Ну, повторяю, что просто видя по телевизору разгоны, которые происходят в Москве или в Питере, жесткие, то есть поэтому, и представить, что это может быть с ней, то есть, и как бы поддержать ее. В повторяю, при этом, да, по совести, к тому времени, когда я вышел, мне были, не было ни с нами доверять, не доверять известным мне обстоятельствам, что фургал в одном деле точно не виновен, которому я уверен, что он точно 100% виновен, как нам сегодня говорили в Следственном комитете. Как бы здесь как бы не было внутреннего противоречия, то есть я не считал это для себя, быть и быть с дочерью здесь, где это опасно, потому что внутренне я был согласен с теми, кто вышел, поддержать имену. Вот, поэтому здесь и я не участвую именно как в республике церкви, если нет где-то и попадаю в кадр, в облачении, это не по моей вине, просто случается так, что меня арестовывают именно в облачении, то есть как бы тут одни случаи, оперативники идут на уступку, дают возможность переодеться и в гражданской одежде, ехать уже в суд или в заключение, то есть в других случаях не дают этого делать, потом приходится ехать в том, в чем застали, так сказать, и в облачении появляться где-то в судах, и это не моя позиция, чтобы подчеркивать свое священство. Такую задачу решили себя поставить именно исполнители, и поэтому я попалялся, поэтому обычно не считаю, это важно подчеркивать всегда, потому что здесь как гражданин участвую. Опять же, если говорить о позиции церкви, церковь, да, у нее есть социальные концепции, она объявила о том, что церковь будет призывать своих прихожан, своих верующих выступить против государства, если государство будет, сейчас даже почитать, наверное, все-таки цитату, чтобы не быть голословным, если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и его церкви, а также греховным, душевредным деянием, церковь должна оказать государство в повиновении. То есть это вот позиции церкви, то есть если у нас политика государства идет к греху, идет к душевредным деяниям, в этом плане церковь. Но здесь, конечно, можно именно очень широко оценить этот момент, поэтому я считаю, что это именно когда государство поступает несправедливости к человеку, и это все видят, понимают, и должна остаться в стороне, боясь, но это тоже, можно сказать, что подлуждают к душевредным, потому что оставить человека в беде, не заступаясь за него, это получается, я считаю, именно можно к этому в принципе отнести ситуацию. Поэтому я значительно говорю, что я хожу даже не столько как в плане политическом, в плане человек, который, я считаю, был несправедливо осужден, за него люди вышли заступиться. Я говорю, что это несправедливо должно заступиться. Где-то даже как-то болел, читал немножко литературу и духовную тоже, вот и Антона Сурожского, Антония Сурожского, вот у нас трехтомный, третий том недавно вышел, хороший очень автор издания, он говорит, как раз подчеркиваю, важные ценности общества именно. Он говорит, права человека это просто замылены, а если говорить, а достаточно это важно, за что христиане должны выступать. Также за справедливость христиане должны выступать и поддерживать все, что требует справедливости, и за свободу. То есть эти вещи он считает именно христианскими ценностями. И в этом плане, если это все нарушено, то есть в обществе, христиане должны указать свою позицию, что мы за это. Он здесь даже более как бы, может, резко говорит отношение церкви. Позорно, что христианские церкви по всему миру всегда проповедовали слабым кротость, смирение и все то, что Ницше назвал бы рабскими свойствами. И почти никогда, за редким исключением, не противостояли власть имеющим, не говорили им, что им нет места в христианском мире. Мы очень далеки от святителя Амрусима Диланского, который запретил императору Феодосию доступ в храм, потому что тот правил за жестокостью. Мы очень далеки от святителя Филиппа Московского, который в конечном итоге был убит по повелению Ивана Грозного, потому что противостоял ему. И то, что по праву относится к христианской церкви, на которой я разделяю, справедливо и по отношению ко всем организациям и ко всем сообществам верующих или к политическим группам, которые могли бы перестать притеснять, могли бы отказаться от несправедливости, перестать разрушать человеческую жизнь, человеческую культуру и то, что люди ценят в жизни. Поэтому эта позиция не только в отношении церкви, но и в отношении любого верующего, где бы он не находился, именно отставить это. В этом плане я считаю возможным участие в этом протесте именно к отставанию человеческого достоинства. В данном случае Сергея Ивановича фургала, но, конечно, шире это уже пришло к тому, что люди выразили вообще отношение к существующему порядку, который действительно не только Сергея Ивановичу, но у многих права, человеческое достоинство пренебрегает им справедливостью и свободой человеческой. Если говорить над схваткой, я думаю, здесь для себя, как я понимаю, мы не можем в церкви, человек, который искренне поддерживает, допустим, к существу и порядок, и другой человек, который искренне ему противостоит, мы не можем ни тому, ни другому отказать. Если порядок, ну, если он искренне в своем забуждении, к примеру, тот либо другой из них, человек, мы не можем его… и он не может дать ему аргумент, который его перебудил бы. Ты не можешь сказать, что ты не можешь христианинам в данном случае, потому что он искренне в самобеждении, и оно не причаит его понимание кем-нравственным основам христианства. Вот эта церковь не должна сказать, что это коммунист, и не может быть у нас в церкви, к примеру, да? Почему? Если он верит в Бога, но вредно разделяет идеалы коммунизма, то есть я не считаю, что, ну, именно не вступая в противоречие с верой. Вот. Такие люди тоже есть. Поэтому… или либерал, допустим. Неискренность, конечно, в любом случае. Неискренность в любом случае может быть. Тогда человек не может быть церкви не потому, что он коммунист, потому что он неискренен, он обманывает себя, поступает не по совести. Тогда в этом плане, я считаю, церковь должна быть нас схваткой, то есть. Ну, а в плане устроения будущего, когда происходят какие-то реформы в обществе, мы сказали, что пускай строят это общество без нас, без верующих. Как-то это будет нелогично. То есть зачем это требовать что-то от будущего государства, если говорят, что мы… нам все равно, что будет дальше с этим государством, с этим обществом, с этим народом. Мы остаемся в стороне. Пускай строят не верующие люди, а другие религии или другие конфессии, или просто теисты. А мы подождем, что не сделают и будем в этом жить. В этом плане мы же не можем так поступить, но это нелогично просто будет. Я когда-то в 97-м году закончил академию госслужбы. То есть, поэтому какой-то интерес немножко к этой сфере сохранялся. Политика, социология, потом экономика, потому что считаю, что и в политике очень… Ну, все равно экономику, в принципе, большому счету. Поэтому интерес сохранился. Со временем, как вы говорили, что начали относиться православные какие-то люди наукой, которые занимаются в том числе изучением финансового вопроса, финансовой политики государства, экономической политики. И вот тогда моя жизнь поражалась в том, что просто выкладывал себя на Фейсбуке пост, допустим, по финансовым вопросам Катасонова профессора, по финансовой политике со временем государства, и какими глазами, допустим, его отношения к экономике в стране. Ну и, конечно, осталось вопрос образования. Мне интересовались всегда так же. Анализ этих моментов тоже был интересен. Ну, конечно, выборы. В последнее время с того часа, кстати, когда вот были 16-го года, да, когда был у нас выбор президентский. Часто я за грудью не голосовал. Вот. Потом поправки или против не голосовал, против поправок Конституции. Вот это мне выражалось здесь. Исходя из того, что это был бы интерес, потом к моменту, когда вот Сергей Андреевич был арестован, то есть мне когда создавали представление о том, что сейчас в экономике, переделал собственно все прочее, какие механизмы это действует. И как раз этот передел, который был связан с Сергеем Ивановичем и Дмитриевым, он попадал просто в схему, которую Хатин описал еще в 12-м году. Ну вот и в анализ захват, собственно, через банковские залоги, то есть как бы подходил как раз полностью по то, что у нас случилось с заводом. То есть, ну, тогда, знаете, как бы, плюс статьи, которые вышли после ареста Сергея Ивановича, раскладывали именно экономическую причину ареста, когда предотносилось. Вот поэтому они, в принципе, просто перекрывались, поэтому мне как бы было... Основенно на этом я предпринимал, что это вполне реальная ситуация, которая сегодня так и есть. Ну, то есть за священника как бы так. Вышло именно не как, в плане, в плане, что несправедливость не должно быть в нашем обществе в этом плане. Это и раньше было политика как бы церкви, причалывание за заключенных. То есть в этом плане вот я считал вполне нормальным священником выйти причалываться за человека, который считает он осужденным и несправедливым. Вот поддержать, поэтому я не считал здесь даже в плане, как священник может это делать, причалываться. На данном случае не как священник, так как я не представляю церковь, а именно как человек, который с чьей-то совестью может это делать. Вот поэтому... Это первый раз я озвучил это свое желание в виде обращения к горожанам, которые присутствуют часто на шестях на митинках, чтобы это осложить, потому что у нас были арестованы временно ангелы идей, Митя Хитагуров, Дмитрий, тоже с Митей в виде не арестовали. Получилось так. И по-моему, в это время Сергей Ньюс и Мария, Русский Ньюс, да, они по-моему ехали в Москву, кажется. И получилось, что такое давление на информацию, и мне казалось, когда люди начнут массово снести трансляции, то это некоторым образом лишит смысла арестовать журналистов, потому что все будет в эфире. Убирай фас, не убирай все в эфире, и тогда смысл давить на журналистов. Конечно, не такое качество, но тем не менее, и речь не о качестве, а об информации. Я вот не такая была позиция. Ну, конечно, я как раз в тот день, первый день мне сказали теории, дома потыкал, ничего не получилось. В тот день пришел, четверг был, по-моему, с телефоном на площадь, мне уже показали правильно, но кое-что получилось, кое-что не получалось. Как раз, когда вас арестовали с Борисом Жирновым, я пытался это снять, но это было так быстро вас арестовали, честно говоря, что пока я все сделал правильно, вас уже увезли. А в это время пошли полицейские принять документы. Я донесно принял дома двух женщин. Это первый мой ролик самостоятельный был, когда я снял документы на площади. Вот и с тех пор как раз получилось так, что в судах оказалось никому снимать. Ваше, вот твоим суде, суде, Бориса Жирнова. Поэтому я просто приходил, когда у меня в суда, и снимал. Также задержания никогда происходили, так как журналистов в том времени почти никого не осталось. Я и сказал, что когда будут вместе журналисты, я выйду, потому что это не мой хлеб. Но когда есть необходимость, я буду приходить. Но я точно знаю, кто дал приказ арестовать, об этом знал, что я священник. Кто давал приказ. Кто арестовал, не знал. Поэтому когда меня перевезли в отдел, там написано «безздорово, временно не работающе». Он говорит, ну вообще ты где-то? Я говорю, да, я священник. Он говорит, за голову взялись, думали, что делать. Но приказ есть приказ, просто оформили, и все. Много уже было арестов, то есть много было встреч, и на площади с полицией. Мы с многими, в принципе, я очень хорошо отношусь к многим полицейским, потому что нормальные, честные люди, у них есть позиция какая-то определенная. Вот. И да, кто-то считает редко, что ну пару раз по греху наказать, и вся дурь выйдет, то есть и все. Кто-то так считает и показывает, то есть как бы, ну для него священник, священник просто наказать крепко, и все, он пройдет. Кто-то убеждает, что неправ, что… Ну пытаюсь переведить. Ну там аргументы, честно говоря, не того уровня, скажем так. Вот. Со временем, конечно же, у меня уже было 7 задержаний, ну или приходил сам. Вот. Ну все равно чувствуется, что для них это есть. А для некоторой части это следует остается дискомфортом, именно задержание священника. Ну я бы сказал так, что для многих из них вообще задержание, для них любых… Это я просто… Ну ты там сидишь, когда оформляешь, все равно видишь отношения. Они все устали, они считают, что… Ну это люди, которые ощущают, не надо их вообще трогать, надо заняться своими делами нормальными. Ну то есть, что их касается именно в их плане, то есть ограбления, все прочее. То есть, люди, они, ну, относятся к большинству задержанных очень хорошо. Ну, по крайней мере, беседу с другими людьми, спрашивая, как к вам относились, они говорят, что ну хорошо, то есть отношения. Вот. И они видно так, что вот они… Для них это некомфортно, от этих людей задерживать, которые приводят. И бабушек наших, и журналистов, и дедушек, вот. И молодых людей. Поэтому… Именно… Я говорю про полицию, то есть именно в отделении. Если отношить священник к судьям, как они относятся… Некоторые просто не понимают, зачем священник здесь. Не здесь, а на площади. Вот. Некоторые считают вполне, но это уже больше прокурора, что преступник Дорсить, он будет сидеть, я сказал. Вот. Поэтому неважно, кто… Возможно, такое отношение. Я сам против, честно говоря, священник или не священник. То есть, я считаю здесь нарушитель или не нарушитель. То есть, как бы, я не… Всегда считаю, что не надо покажется священник, потому что нужно жить равно ко всем священнику и простому человеку. То есть, если нарушитель, в любом случае, кто бы манил священник или нет, он должен принести наказание. Если это неправда, она неправда, потому что любому человеку, священник он или нет. Вот так считают. Я не знаю, смог ли я ответить на вопрос, но вот я считаю, что это не должно быть защитой для священника, что он священник. Он такой же человек и другой. Если это преступление, пусть накажет. Если это совестно наказывать, потому что священника, потому что совестно любого человека наказывает то, что он делает, пользуясь правом Конституции, которая дает ему концепцию права человека. Я каждый раз говорю, что я признаю свое присутствие. Когда мне говорят, что это не я, очень плохая фотография. Я говорю, что нет смысла ходить. Я говорю, что нет. Я хожу, потому что я считаю это право. Я должен показать, что я не скрываюсь. Я считаю это незаконным правом. В данном случае выразить свою позицию, чтобы ее услышали и как-то прийти на ее внимание. Поэтому, если бы я считал ее преступным, я бы просто не ходил бы. Первый раз, я думаю, это было, когда Мария Павлова, помните, у нас была здесь первое время, она фильм сняла, и в одну очередь попросила разрешение у меня снять меня в храме просто во время службы. У нас там была все спивчи, и она просто у них спросила. Мы, естественно, не узнали, конечно же, сказали, да, мы знаем про митинги, да, люди обсуждают. Но я сам не знал, потому что это обсуждаются там в поселке. Я как бы так живу в Хабаровске, сажу в поселке. Поэтому некоторые вещи я могу просто не знать именно, что не на переходе делается, а где-то вот обсуждают, поддерживают, как она сказала Галя. Ну, там узнала, конечно, что я хожу. Но потом узнали все, когда, конечно, первый раз арестовали. Ну, что первый арест у меня был, по-моему, 8 августа или 7 августа. И именно задержание с арестом именно было. И поэтому мне пришлось пропустить службу. Но, естественно, сообщать, что я задержан, что тоже бы не будет утром. Вот тогда вот узнали. Но, как мне потом сказали, просто сказали, что случайно. Батюшка шла мимо, его арестовали случайно. Потому что люди не верили, что я где-то могу участвовать как-то в этом. И потом, когда уже спросили, я сказали, что нет, ну, случайно я участвую в протестах. Ну, да, люди узнали, конечно, что вожжение на приходе есть. Но в жизни прихода мы это никак сказать… Ну, я считаю, это неправильно. Потому что, повторяю, здесь разные позиции по этому вопросу у людей. И как-то у нас сеть из-за этого споры, обсуждения, это я считаю, что это не дело вообще внутренне. Человек, когда пришел в церковь, он решил не для того, чтобы обсудить какие-то дела именно в политическом плане. То есть, ну, если кто-то хочет, поспрашивал меня. Конечно, я оговорил свою позицию. То есть, никого не признал. Просто, почему я хожу, объяснил, почему хожу. Ну, люди по-разному относятся, кто-то считает неправильным, кто-то поддерживает. Здесь даже можно… Если можно… Вывесил цитату. То есть, у нас это было в чате, в общем, то есть, он не секрет, то есть, обсуждение между нашими. Вот они обсуждают. Один человек пишет в чате, что вот у нас как бы власть всегда меняется, а на власть ушла, допустим, Сталин, Хрущев говорит, что власть была плохая. Ушел Хрущев, на него, говорит, что власть была плохая. Он говорит, то есть, всегда религиционеры страдают от своих идей. То есть, на таком плане подача была. И в ответ пишут, вот, «Почему все считают, что рассуждать, осуждать за глаза в Инстаграме, в группах, в чатах можно, выступать на улице нельзя. Выступать против власти, когда нужно… Ну, нельзя выступать против власти, когда нужно сидеть и молчать тряпочку. Ведь и та, и эта власть Богом поставлена, что заслужили, как говорится». Ну, то есть, если мы обсуждаем то, что там Сталин плохой, то, значит, мы тоже власть обсуждаем, принц Бога поставлен. То есть, не говори, что власть была ленинская плохая, Сталинская. Но это все равно власть нормальная от Бога. Гитлер от Бога, Сталин от Бога. Все от Бога. Это не надо никого осуждать. То есть, ну, в таком деле человек подойдет. Люди говорят, что, если мы обсуждаем здесь это, на кухнях у себя или в интернете, а люди это на улице говорят, ну, тогда, если мы должны осуждать, что они вышли на улицу, мы должны сами это обсуждать вообще никак. Вот. И дальше продолжают. «Мне стыдно, что не хожу с теми, кто кричит против произвола власти. Ленивая, многозаботливая считаю это непродуктивным. Криками власть не изменить. Пандемия, может быть». Вот. Ей отвечает, зачем кипиш? Вот. «Кто мы такие, чтобы осуждать тех, кто выходит на площадь? Честь им и хвала сильные люди. Мы слабые потому и не там. Не осуждать их – это мало сказать, что наглость. Хотя бы молитвенно им помочь сказать, молитвенно помощь оказать. Что же? Это же в наших силах». Другой пишет, поддерживает. Вот такие у нас обсуждения существуют. Ну, между собой прихорад не пишут, то есть в чатах в общих. То есть как бы это. Наш приход сельский. У нас… Ну, в последнее время у нас было человек около 100, основных прихожан. Но это дело в том, что мы не можем говорить, что они себе присутствуют на службу. Может даже больше. Но потому что кто-то работает, кто-то по болезни может прийти, кто-то с детьми достаться. А так, пацанчик, человек 100 точно есть. Вот. А на приходе я уже давно, с 2001 года. Ну, попал на него тоже из-за протеста, если так сказать. Ну, так по смыслу, да. У нас в Хабаровске в то время еще не крестили собеседованиями, не было погружений. То есть… А наш учитель учил… Я учился именно в семинаре в то время. У нас были парцевский курс, 1998 год. Вот. Годоведичный. Ну, как в войну. Год в бой, год в бой. Годоведичный. И она учил, что людей надо вести беседы перед крещением, предварительные, вести погружениями, то есть как бы… Вот. И… Годоведичный, что надо настаивать. Вот мы молодые такие, как всегда, юность, она такая, как сказать, боевая, стремится к такому экстриму, можно сказать, и начинаем вводить эти беседы на приходе. И, конечно, те сочинения, которые уже на этого служили недовольны эти молодыми, которые лезут своими нововведениями какими-то. И, конечно, ну, были какие-то конфликты. То есть, настоятельно получать честное сочинение, кое-то что-то требует изменить. Вот. И чтобы тогда разрешить, мне митрополит, да, вообще епископ Марк, что, ну, есть настоятель, есть порядки, то есть не надо их нарушать. То есть, как бы… Я говорю, хорошо, я попробую. То есть, как бы… Ну, где-то с месяца спробовал вести, как принято на приходе. Ну, а стоять как-то было беспокойно, потом сказал Дмитрию, что я не буду крестить так, потому что у меня совесть не позволяет. Как? Ну, что где-то делать? Я говорю, так. Ну, был и перхиальный совет, и… Как мне потом, девчонки сказали, странно. Епископ взял мне, говорит, вот тебе переход в Николаевке, хочешь, крестить как хочешь, то есть, беседы, поливай, вы погружай, то есть, как бы, то и дело. То есть, раз не хочешь, говорит, ну, давай, ты считаешь правильным, да вот тебе, сам занимайся, то есть, я не против. Ну, вот на таком протесте оказался в Николаевке, так сказать. И вот с тех пор, слава Богу, на одном месте служил. Люди хорошие, везде хорошие. Конечно, сельские, они немножко другие. Само село всегда немножко другое атмосфера, другая… Другие заботы, потому что поселок Николаевка, это все-таки около города, и работы нет, и людям хочется мотаться в город, из города, есть и худое хозяйство, есть какие-то заботы. Но больше устают, естественно, из-за того, что это все на переезды. Ну, хорошие люди. Я не знаю, как характеризовать еще. Ну, цель жизни просто делаешь. И цель всего каждого дня – делай, что должно. Ну, все. Есть вопрос – решай его сейчас. Мне кажется, такая цель. Сегодня служим, значит, служим. Сегодня что-то другое – делать то, что необходимо сделать себе сегодня. Именно какой-то цели наперед. Легкая мечта, но это, может, как-то отдельно можно обговорить, потому что это уже вопрос к ней, ну, слишком пространный. Вон, как структурировать, потому что я его сам вовсе не оформил как-то. Вот мечта. Мне хотелось бы, чтобы мы даже начали воплнять ее. То есть на приходе мы сделали проект, когда еще были более тучные годы в стране, проект храма с пристройками. Семейстер, там была воскресная школа, помещение для каких-то хозяйственных нужд, ремонтных и тому подобное, и библиотека. Вот. У меня мечта была сделать библиотеку именно большую, хотя бы как две комнаты вместе. Двухэтажную, естественно, не здесь без перегородки, потому что до этажа по периметру. Знаешь, как есть эти классические библиотеки? Вот. По тематикам, конечно же. Но и с подборкой именно материалов, с анализом, вернее. Понятное дело, что это единица, это будет интересно. Но чтобы этот не всегда пришел, он спокойно сказал, мне интересная история, допустим, в Франции, к примеру. Ну вот смотри, там есть все указания. И он мог спокойно найти лучший материал, что есть. Ну, по крайней мере, что можем мы предоставить ему в электронном варианте, в простом варианте, чтобы он мог книжку достать, кто-то почитать. Вот в таком плане была мечта сделать. Почему у меня разнообразие книг? Потому что, конечно, интересно меняется в жизни. То есть, подник вопрос, допустим, с заключенным, когда ходил в СИЗО. Там своя специфика. То есть, там, конечно, нет возможности никуда спрашивать. То есть, пришел, есть время, достал наш момент, посмотрел этот момент и уже знаешь, как поступить с ними, чтобы не навредить людям. У них специфика своя. Поэтому, вот эта мечта, то есть, чтобы это было сделано именно на таком уровне, что, действительно, та малая часть, которая хочет получить знания нормальные, что мог прийти, эти знания получить и использовать в этом итоге, ну, скажем, в поселке, да. То есть, как бы, чтобы люди могли просто образовываться, строить, ну, скажем, с директором школы, допустим, учительном школе, что-то менять, потихоньку начинать менять. То есть, как в администрации, в экономике, то есть, попытаться хотя бы так людям дать возможность получить нормальное образование. Кто захочет остаться, можно было остаться. Ну, тоже такое же, это утопия. Ну, когда я спросил, он говорит, да, это что никому неинтересно сказать? То есть, как бы. Я приходил, спросил, как? Он говорит, да, что-то, говорит, поставили врата времени денег, то есть, не надо заморачиваться. Ну, я понял, что, в принципе, здесь поддержки никакой не будет, и потом она пока остается здесь. Если когда-то ее как-то оформить, кому-то переподнести, попробовать реализовать, ну, только, что это единомышленник, никто там богатый платит и делает, что хочет. Нет. То есть, это не то, это и так же. Церковь не делает, то есть, спонсоров не принимают, которые там, ну, хотя что-то. Ну, администрация, я говорю, вас своих забот хватает, занимайтесь этими заботами. Зачем? Я буду брать с поселка деньги, когда нам, в принципе, ну, бедненько, но мы же служим, то есть, как бы. Зачем, то есть, отрывать? Ну, во-первых, люди будут говорить, люди, да, вот там, церковь там сделали, а тут у нас дороги разбиты. Зачем? Сталкивать людей между собой, когда мы не нуждаемся, в принципе. Вот, пока сидел последние трое суток, читал книжку. Оторвусь. Вот, социальное и прогнозирование проектирования, учебник. И там, в этот момент, один описывается в социальном проектировании, что если, ну, с одной стороны, это само религиозное порочество, то есть, когда люди к чему-то стремятся, это будет, потому что люди к этому стремятся, то есть, если не стремиться, то не будет, потому что никто не стремится к этому. И с другой стороны, что именно, а, и роль личности, то есть, личность, она не имеет роль в истории, современная наука, если раньше мы говорим, что личность не играет в роли, есть законы, да, истерийского материализма, да, вот, то все-таки современная наука, синергетика, она говорит, что играет во время личности в истории, то есть, необходимо какое-то стремление людей что-то делать, тогда это будет реализовываться. Если это просто по законам идет, это, ну, не совсем так работает. Под лирачий камень, вода не течет. Если мы будем сидеть дома и думать, что все плохо, ну, пускай так и будет, и ничего мы не сможем изменить в нашей жизни к лучшему, значит, мы ничего не изменим, потому что всех устраивает, вернее, всех не устраивает, но никто ничего отменяет, вот, в этом плане. Поэтому это менять, где мы можем, как мы можем. Законы, конечно, не нарушая законы, вот, не подставляя других людей в противостоянии поступать с нами, вот, своей. Понимаю, потому что очень многие тоже соглашут, что надо менять ситуацию в стране, но не могут как-то это выразить, сферу свое положение, вот. А ведя действия людей, они тоже стоят на поддержку, потому что надо изменить ситуацию в пользу общего, благо. В общем, благо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok